приветствую так идем зачищать красный боец не знаю получится нет по крайней мере попробую пора уже себе базу бункер заиметь куда складировать все эти вещи потому что у меня перегруз конкретной в инвентаре о понаткнулся тут на паука короче бегал локацию разведывал ну-ка 129 урона убит все в отличница нового выстрела чё еще что ли где он оттуда еще ползут арахи недусы ой я лучше в глаза стрелять экономия патрон 147 очков опыта кстати довольно неплохо и из них выпадает лимфоузел арахнида по моему по квесту мне что-то такое нужно было о я тут нашел какие-то грядки подсвеченную водокачку лучше ты чем я мутант яблочко кто-то из дома стреляет тоже по паукам я уже довольно много нашего пауков вот здесь какая-то водокачка вы можете упиться и попить из-под крана но чтобы набрать воды вам нужно взять пустую бутылку в руки здесь видимо можно выращивать кукурузу как минимум тут вход что-то завален или чё это вы осторожно подходите к баррикаде который закрывает вход в покосившийся домик из домика слышится странное шуршание приглашенные чертыхания смотреть баррикаду а какие там есть кто живой первое вы не получаете ответ и уж было хотите отвернуться от баррикады как вдруг до вас доносятся шаркающие шаги другой стороны наконец слышите тихий чуть скрипучий голос ну ну что ты мнешься там на крыльчке солдатик но не могу я тебя пока впустить не могу рискнуть разобрав эту прочную жилистую баррикаду даже на секунду чтобы ты в мое жилье юркнуть успела пока там эти твари бродят насосавшиеся мутагенных пепси кол генетические антисоветчики вот не станет их мы и самовар с тобой растопчем и подчаевничаем в общем нужно зачистить местность да он пропустит меня внутрь и вот скажу пожалуй последний паук на данной локации журнал здания обновился отлично ну давайте баррикаду разбирать возвращение героя могучего воина который собственноручно победил жужжащую и копошащиеся чуму предательского мутантского вторжения погоди погоди солдатик сейчас освобожу тебе проход угу у него тут зайцы нифига себе сколько зайцев причем лагерная кличка гексоген этого отец твой батя понимаешь писатель трудов я могу ответить на хорошие писатели погибли а трудов выжил не знаком с твоим творчеством уж извини не мудрено и народ сейчас поголовно не учи нет его расспросила всяком ничего особо полезного не сказал он такой погоди погоди снука становись родной да да внимательно слушаю мне больше нечего здесь делать с этими сорванцами так называемыми зайцами я это для тебя не должно быть секретом калека я выбираю тебя своим поводырем в этом жестоком мире чудесно помощник мне не повредит здесь ты знаешь что делаешь соулплей тяжелым сердцем и позволяйте старику идти за вами следом без дальнейшего разглагольствования действительно ли он тот за кого себя выдает и какие последствия из этого еще вытекут в обозримом будущем все эти вопросы для какого-нибудь другого дня ну ка интересно дали мне этого старика прокачанным нет ну ка какой уровень 8 у меня уровень 10 но неплохой уровень конечно но не знаю чего у него там есть у него тоже с кс вещь в мешок кепка на самом деле такая локация неоднозначная тут вообще не нашел что слутать вообще ничего то есть нету ну-ка какой-то культ меня окружил попробую с новым напарником как у меня получится что-то нормальное не тем более что они круто экипированные их сколько их трое всего или больше потому что я во первых ему броню да во вторых мне интересно он сможет стрелять из винтовки хотя патрон у него нету в бартере достаточно напарнику просто винтовку дать без патрон или как вообще она работает такой этого я вижу двухстволку то есть он будет стрелять по 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 площади не умер это плохо надо я думаю вот сюда вот айти мне ноль урона отлично так не хотят дохнуть пану о я два урона получил целых то этого давайте они тут и сзади помнищик о там какой-то прям такой прожар сейчас от этого убью который по гексогену парит так у того видимо закончились патроны теперь надо этого убить так все сектант потерял свое оружие сделать критического урона 257 очков то есть правильно я понимаю что кому угодно из напарников достаточно просто дать ствол без оружия типа или чё хотя тут написано обойма 3 из 10 нет наверное у него просто в обойме были патроны сектантов как раз ништяки сейчас сниму остальное нагрудник какое-то неплохо как раз для старика может но патроны могу ему половину отдать конечно честно говоря не особо хочется но попробуем так играть он перезарядился да я был прав то есть у него в обоиме просто были ну и этому ход никакого фиделию заменим тоже нагрудник на сбойников наткнулся были нажала сбежать хотя хотел бы с ними встретиться лучше чтобы всяких ништяков на продавать ну ладно бы сюда еще и телек привели или повезло был в том поселке мутантов уже перебил он говорит что человека к тебе приставим поселок два счета восстановим и все такое ну в общем я иду обратно в красный боец проверять сдержал ли свое слово этот гожан из атома тип что мне там домика выделят и так далее опять на меня члены военного культа напали сейчас я с ними буду разбираться ухты гранату заюзали гексогена убили не ну-ка попал засаду разбойников не какие-то каски кстати как раз мне шлем нужен декапитатор получил достижение по разбойникам жахнул ухты со сковородкой прям как в left for dead на меня но с ними легко я разберусь ну все фидель получил новый уровень 375 очков опыта ухты как много всего хоккейные шлемы у них и веревка еще раз на рахнидусов наткнулся надо с них железо забрать мне там вроде не хватает штуки 3 немного в общем не хватает совсем как 10 лимфоузлов у меня нужно да тоже 10 нужно еще на входе в поселок вас встречает покуривающий папиросу гожан он бросает окурок на землю топчете вы наконец сутка обращается к вам сейчас я покажу где твой дом имеется в нем даже лаз подвал имеется но в подвал они еще не лазили а поможет тебе разобраться совсем паша техник он уже ждет в домике удачи горделиво указывает на домик смотри как красавица весь твой ужасный дом не ожидал лучше что мне с ним теперь делать делать что хочет уже полностью твои проблемы вот тут появилась всякая фигня которую можно залутать хотя она вся пустая наверное она просто для того чтобы вещи в ней хранить типа разные штуки почувствовав ваше приближение мужичок поднимает свой ословел реалый взгляд и неловко козыряет здоров командир чё почем по какому поводу пьем по поводу общего состояния но я спросил у как он с горжиным познакомился он говорит что там с бандой с какой-то связался него ящик заколотили и хотели заживо похоронить горжин объявился он с ними торговал типа говорит чего у вас типа без сидят и давайте я вас его выкуплю выкупил короче и завербовал его на атом работать этого паша техника откуда в этом доме бункер так вроде здесь должна была быть даче какой-то важной шишки из кгб но видимо не фортанула так как дом был пуст короче мне нужно либо ему заплатить 500 рублей за починку насоса либо самому спуститься попробовать починить на доводится какие-то твари давайте попробуем самостоятельно так вот это что насос двигатель не справим нужно сначала его починить ремонтировать неудачу починить двигатель но без результативно может быть нужно взять в руки эти инструменты вот ящик с инструментами за место пара возьму допустим сейчас рано или поздно получится успех вы починили двигатель теперь осталось его завести вы запустили двигателю получили 133 очков опыта еще один двигатель ура вы починили двигатель остался его завести еще один двигатель починил отлично о потихоньку свет начал про каких он тут твари говорил я пока никого не вижу но вижу здесь есть эти хрени ядовитые главное к ним как-то не приближаться что-то мне дурно кажется у меня отравление блин надышался все таки я по поводу насоса насос ремонтируем что дальше теперь теперь когда воды там больше нет можно генератор посмотреть без страха током удариться это тебе в 500 рублей генератор отремонтировал уже что дальше из-за ядовитых грибов там дальнейшая работа несколько затруднительные что будем делать убирать командир иначе никак если раньше ты сам технически мог справиться то в этом случае только я могу помочь но брать ядовитые грибы это дело не дешево впрочем это за косарь управлюсь ну блин ну держи тысячу то есть никак уже до приходить через сутки натянув самодельный распирата спускается внутрь люб захлопывается за ним скрежет там ух ты я тут выхожу из дома тут у меня какие-то кто это гожан его пригласил временный вид на жительство выписал что я получу на нефтя на работу буду косить траву собирать сено на зиму скотину пасти который с этого момента общий будет считаться и вы любой житель будет право моих буренок доить считайся нанят на 100 рублей это реально только коров не убивайте они живые куда ценнее а даже не обязательно выходить из города вот здесь есть этот очаг у костра где можно собственно все сделать так ночью там паша техник 5 штук и я оформлю доставку или можешь сам притащить примерно 100 бутылей с соляркой хренеть так ну-ка и чудут как в бункере то хоть вроде все отлично уже тут ковры постелили всякой 5 косарей это конечно она пойду на денег под фарма и всякого такого или 5000 попробую по фармить реально что потому что банок этих бензин и я не знаю геморроль найти почти кстати уже на форму 5000 нужно еще убить каких-нить преступников и с них получите потом торговый караван встретить мне даже отсюда далеко уходить не буду здесь похожу по форму наткнулся на охотников за рабами но что-то их тут капец что-то их тут капец ну попробую сразу главного вырубить нет они слишком жесткими разнесли их там толпень целая это жесткая это жесткая очень мочилого и у меня уже девять очков жизни так надо подумать как сейчас действовать на инвентарь не хватает через обязательно стимулятор применять если я выживу мне ты не выжил сам виноват наверное богу победить если бы не пожадился бы стимулятор использовать в общем и так полагаю здесь все-таки еще очень сильные мобы для меня в этой области поэтому я смещусь вот сюда куда-то но у меня 5000 есть нашел торгаша счетчик гейгера какой-то не ну точнее не знаю что такое но короче его куплю на всякий случай мало ли пригодится потом кстати вот что интересно аптечка сколько ее раз можно использовать и написано что использовать вне боя это то есть раз я ее куплю и типа постоянно смогу использовать или как интересно проверить вам навстречу идет усталый мужчина с платком на лице ну-ка встретите перед вами останавливается чудаковатый мужчина в потрёпанной экипировки повязанным на лице на лицо платки он выглядит где-то изможденным почти готовому пасть где стоит вода ты где была вода или только мираж в общем он пить хочет вот дать мужчине воды водка на как она напился из миража и так реалистично можете помочь довести куда лучше проводить человека взглядом да подожди нужно идти нужно искать воду проклятые миражи но я отгрузился потому что надо с ним наверно сохранится на локации когда его видишь может там какие-то еще вариант диалога попробовать может это интересное вышло бы ох ты гранату взорвали ноги x1 так надо ему операх отдать приказ а он при смерти написано так у меня мало очков я один раз успею выстрелить прицельно вот поэтому мудаку дальше применю стимуляторы они окупятся все равно 975 блин наркоман получил статус чем дает то хоть не убьют они его надеюсь не убили в общем напарники в этой игре очень очень геморрные очень спорно не знаю общее стоит их брать может быть они еще и опыт забирают в общем убил я тут толпу разбойников теперь лута прибавится и денег тоже какой-то подвал блин в доме у разбойников чуть и за хрень такая сейчас еще тут отравление будет какой-то странная локация тут вообще ничего нету просто подвал все так но я продаю в краснознаменном всякая торговца нашел у него с к с оптическим прицелом у торговца на второй локации когда я углубляюсь уже краснознаменный возьму ее преимущество оптической в том что во первых у нее шанс крит урона плюс 10 процентов во вторых прицельный выстрел у нее стоит 5 очков действия а прицельный выстрел у с к с без оптики стоит 6 очков действия то есть я экономлю еще одну очку действий смогу два раза стрелять кстати там по пути еще убил головорезов вот с них слутал такой шлем но это простенький шлем но все равно шлем так я доктору эти железы пауков отдаю вы бесцеремонно вытряхиваете склизки и лимфоузлы арахнидов на стол зинаиды петровны вместо того чтобы рассердиться врачих радостно всплескивает руками аккуратно складывает органы в тазик под столом приходите через три дня я дам вам первую партию лекарств на пробу так и для того чтобы из нее стреляет нормально 85 ружье винтовки требуются вообще по гайдам рекомендуют качать автоматическое оружие пулеметы но давайте ладно до 85 прокачаем второе оружие говорят тоже полезно иметь в принципе до 85 нормально так на меня окружили члены военного культа конечно может быть мне придется переигрывать из-за того что кого-то из моих сольют подчиненных но давайте попробуем все равно ну-ка 99 процентов 28 урона да действительно два выстрела это очень круто очень очень круто я бы даже сказал вообще супер все в принципе теперь можно до бесконечности фармить и в деньгах проблемы не будет все опирается лишь терпение ну давайте пять штук ему отдаем кей через три дня прибудет а как доить коров то или чуть с них получать о рецепт целебного порошка ног все изучил забыл изучить даже курузные зерна беру и засеиваю не целые библиотеки твоих книг видел гексоген не лень была столько сочинять сочинять скажешь тоже даже все истина сердцем вымученная ну да как я мог забыть короче тут эти фидель переговаривается с гексогеном прикольно я промотал трое суток давайте посмотрим что там у нас будет все готово что превратить эту помойку достойное жилище починка кухни будет стоить четыре штуки рублей да блин как как сколько можно ремонт комнаты отдыха 3000 починка спальни сон узла чего починка верстака для 2 капец то есть он не полный про и лист выставил это сколько же мне нужно то всего 4 37 плюс 4 11 и еще две тринадцать тысяч тринадцать тысяч мне нужно охренеть так ну вот как бункер засиял новыми красками а тут 4 подсветка какая то есть но тут провод какой-то может быть тут как раз в ящике уже что-то и могу складывать счетом какой-то щиток вообще непонятно или я могу от наверху в ящике в доме складывать там никто их не сворует короче я в тумбочку я там с кроватью сложу всякую макулатуру всякое лишнее наверное похожу по карте попробую пофармить бабла мне еще и на бункер нужно бабло 462 очка опыта отлично целую шайку положил как у этого торгаши тоже скидку вымотил 4x это не поняла ему чем можно дороже продавать что ли все еще у торгашей разные цены на товары или че почему сгущенка ему за 665 могу продать почему такие цены то наверное из-за бартера то что я у него вы торговал ну ладно пускай так бы кстати врачиха должна через три дня нам что-то отдать все готовы противоядие готова молча кивнуть противоядие зинаида петровна 7 штук пейте их все сразу о минус 750 токсичность через короче очень много токсичности сбрасывает и у нее теперь можно покупать противоядие зинаида петровна он давайте с этим опыт получим может выпьем как ты на это смотришь что ты можешь предложить а у меня нечего пить вот у этого торгаша много как бы патрон и цену него конечно отличаются но я думаю стоит она того чтобы дать сгущенка дешевле стоит то есть у разных торгашей еще по-разному все стоит но я думаю имеет смысл все же у него хотя бы покупать патроны окно и по гайдам не рекомендуют качаться через доспехи бога что собственно я и буду делать тогда даже вот эту ветку вообще не рекомендовали но ладно уж уже поздно так но фидель рекомендует качать ветку ружей что я и буду делать ну и собственно ветку ружей ему и буду качать тоже главное выучить глаз ватер пас в далее тоже иду к мыслить как противник интересно гексогену рекомендуют качать автоматическое оружие вот интересно а фигли и моком автоматическое если пулеметы требуют больше силы и я вкачал этой силы вкачано уже у фиделя или все-таки не все пулеметы требуют силы ну вот например силы 7 то есть фидели был бы на разум не его дать хотя другой стороны вот есть тоже автомат крутой он требует силы 5 ну вот собственно и рекомендует хк-33 гексогену давать либо акм с вот это вот ну ладно давайте прислушаемся автоматическое оружие ему вкачаем так а хотя еще ему нечего прокачивать оде древо умений советует идти прямо в притри анса о ух ты все я все прокачал то есть гексоген такой танк у нас все больше ни на что не хватает окей гексоген танк блин написали что джуль барс бесполезная псина это не правда джуль барс самый прикольный тот самый основной не ну понятно что его легко убить но но из умений же барс будут а тоже выживаемость прокачивать так далее пока чай качественная броня умение и вот это вот может быть не на это уже не хватает ну ладно нормально топор я дам фиделию пока потому что забрал него винтовку ой гекс гексогену гексогену и еще на стычке тут убил с караваном кучу супостатов прошло уже много дней больше чем 3 так что давайте к дэну подойдем он просил как раз тоже через три дня подойти работка тебе предстоит очень хитрая нужно избавиться от председателя ковалева ах ты падла дэн но если я ему скажу даже не просить я такой не подписывался он очевидно что кого-то другого наймет поэтому я молча буду слушать дальше а легче всего от него избавиться мирным путем тем более что такая возможность теперь появилась пока ты разбирался загадкой грохочущего леса через завод проехал бюрократ из краснознаменного он ехал в перегон но по дороге решил навестить меня я объяснила ему свою ситуацию и он предложил провести в отрадном выборы даже вызвался помочь с этим жители ведь могут не согласиться это нормальный демократический процесс мнение жителей по этому вопросу меня как-то не особо волнует особенно если им повелит голосовать чиновник из краснознаменного кто у нас главные кандидаты хорошо что ты спросил насколько я знаком с деревенщиной лучшими кандидатами будут либо завхоз гранкин либо катерина хозяйка харчевня думаю что на обоих получится влиять так что конкретный победитель мне не так чтобы уж очень важен но гранкин был бы предпочтительнее он более заговорчивый ступай в перегон и поищи там того самого чиновника подозреваю что после улаживания дел с местной шушерой он сидит в кабаке он бородатый выглядит прилично зовут иван иванович передай ивана ивановичу что пора приводить наш план в силу когда он поет в деревню то следуй за ним ты должен проследить чтобы выборы прошли нормально если кто-то не хочет голосовать принуждай и отправлю тебе в помощь двух своих людей так что больших проблем возникнуть не должно о о ключевой вопрос я могу выдвинуть свою кандидатуру а хотел бы впрочем не важно нет вступить в председательскую гонку тебе нельзя почему во первых у тебя на лице написано что ты искатель приключений а искателям приключений и прочим авантюристам я бы не доверил руководить даже свинарником во вторых в отрадном не нужен человек который на первый взгляд никак со мной не связан а ты уж извини на эту роль после всех заданий что я тебе дал никак не подходишь в третьих мне нужен кто-то кто прожил в отрадном существенную часть своей жизни или как минимум прописан там на постоянке изначально я планировал выдвинуть гришку но теперь когда его больше нет в деревне работаю с тем что имею так интересно ну ладно я пока в пьяную берлогу схожу потому что у меня задание с культистами а потом посмотрю что и а еще надо на остановку номер 10 у самогонщиков тут сразу меня два квеста во первых по сектантам кстати куда все пропали а нет вот и вроде есть во вторых по этим как они называются то хочу ты здесь за люди это охрана что ли это дэна выставил речу здорово братан ну чего вы под защитой заводских как ощущение теперь заживем сразу стало спокойнее деньги брызги если ты мертвый добро тебе и подавно не нужно но я так рассуждаю кстати вот отец той дочки на которая на заводе у гопников сбежала с гопником и косила под мужика он говорит что она приходила к нему со своим амбалом все нормально познакомились простил им все даже на радостях но сказал что если они детей будут тоже скрывать то проклянет вот я встретил твоего приятеля в грохочущем лесу и передала ему привет еще недавно ты из меня деньги выбивала сегодня смотри хорошую новость принес как у него дела все ли в порядке вроде все в порядке может даже в гости заглянет безразлично пожать плечами отовой корешок мертвых речь жив-здоров обещал женой в гости заглянуть женой говоришь на кто бы мог подумать отлично теперь я его уже самого обо всем спрошу будет интересно обсудить старые дела хлопает по плечу ты служил поощрение за то что нашел валерку погодите небольшой подарочный комплект подготовил корзину с подарками всякий чай там по мелочевке какая-то закуска но что-то я здесь не вижу сектантов это очень странно может быть они тут днем должны быть или ночью а вот они вот они не считаешь так миллера поверь ты в цепях что-то там так она спрашивает типа избавили ли ее речи меня от алкогольной зависимости от твоих речей аж запоете захотелось как и прежде будут только по праздникам и так жить плохо а ты нас алкоголь забрать хочешь да теперь я как стеклышко спасибо баба варна внимание судя по твоему лицу и цвету кожу ты сама еще в рабыня ходишь в алкоголе типа варна бананов вздрагивает внезапно она уже не уставшая забитой жизнью женщина как оказалось миг назад а разъяренная фурия да мою кровь зачастую путают с вином из-за слов моей предыдущей инкарнации но барна но варна банана никогда не разбавит ее богомерзкими спиртами ну-ка дыхни если не прав извинись прости не хотела видеть ну-ка дыхни какая наглость может быть я немного приняла смертельного зелья жалких самогущенщиков просто чтобы продемонстрировать моим ученикам жуткий эффект алкоголя на душу Дэви Кришту сконфуженно опускать глаза и на всякий случай отодвигается от вас подальше беру свои непочтительные слова обратно госпожа я тебе верю попалась жалкая пенчушка ладно давай не будем продолжить эту тему выпила ну правильно так помирайте будет менее страшно попалась жалкая пенчушка сектанка то краснеет то бледнеет и наконец сердито топает ногой глупая жалкая нелепое дитя и не намерена терпеть твои мелко травчатые иезуитские издевательства да за кого ты меня себя принимаешь кажется из ушей Дэви Криш сейчас пойдет пар глупый невежа как и большинство встреченных в нашем пломничестве это просто невыносимо все мы закончили в этом прискорбном месте да и вообще жители пустоши не готовы пока к моей космической мудрости наше турне закончилось и мы возвращаемся к краснознаменной сектанка задирает нос отвернувшись от вас начинает уходить ее мрачная пасла следует за ней по пятам турне закончилось значит можно докладывать грибняку да уж кстати противоядие которая та изобрела теперь у торговца даже появляется я еще уровень получил убил группу супостата 441 опыт отлично ого у караванщика 4000 монет сейчас я ему круто все продам ну кстати вот из необходимых сколько там 13 или 14 тысяч у меня 9921 уже есть может быть вот здесь вот имеет смысл реально по циркулировать принципе на всей карте наверное тут еще зависит от всяких рандомных факторов на локации код чувака встретил не помню с ним разговаривал нет здоров брат духи предупредили меня твоем появлении простой отшельник он говорит что в прошлых жизнях он был бандитом на левчиком всякие там страсти-мордасти делая ему могу солгать типа я был а я была одним из твоих жертв типа плати мне компенсация о кстати здесь мухоморы можно мне по моему как раз 3 мухомора не хватает или четыре какую-то книгу караванщика нашел награда для попова дико попова все там уже ну еще одного торгаша тоже покупаю всякое ну давайте посмотрим что там у нас на остановке номер десять вот это опа ой наш клиент на летаем да они сразу даже разговаривать не стали причем 14 урона так нехило нормально так их трое но я начну сносить самого главного вот он у них вроде главный в принципе они сносятся нормально 13 урона нормально так и 14 урона так поэтому не могу попасть да будет этого сносить ну довольно легкий квест значит я опережаю в принципе о новый уровень 411 очков опыта 5 патрон на всех придурков потратил по инвентарью тоже заодно из них вытрясу всякой такой скелет валяется инструкция у них какая-то ну-ка да зашифрованный послание журнал здания обновился еще здесь мухоморчик как раз мне кажется 50 штук я насобирал у а здесь чуть схрон или мусор просто металлолом просто еще один мухоморчик причем тут смотрите у него как интересно он сдох но у него оружие выпало он отдельно валяется мне нужно отдельно оружие подобрать я еще облучен теперь радиация блин но я не хочу париться сразу просто таблетку торе напрямую все вот опять силы 11 могу бегать начинается блин так стоп тут походу сама локация какая-то радиоактивная потому что я только принял этот самый и опять у меня 500 радиации но охрененно чуть такое-то надо валить отсюда надеюсь наркоманом не станешь из-за этого с это же 81 это самый лучший шлем я так понимаю в игре его тоже куплю может не самый лучший но один из самых лучших это точно и заменю фиделя вот эту котомку на вот это вот плюс 10 когда переносимого веса там можно какой-то шлем еще более крутой найти но эти шлема они пригодятся напарником а пока что он мне пригодится поскольку у меня нет того там шлем смерти какой-то пишут по гайдам самый крутой но в общем пока я буду вот этот сам носить и покуда мне не хватает я добавлю своих денег 3000 ничего страшного мало ли я где-нибудь прикажу своим напарником стоять а сам буду рашить там всех реально очень крутой еще убил нескольких сектантов опаньки меня в доме что-то трое каких-то людей гужин забивает махорку в папиросную гильзу периодически он бросает взгляд на понурившегося бородатого мужичка который стоит рядом с ним заметьте вас гужин приветственно поднимает руку говорит тот рядом с поселком лазил хрен знает кто такой может и шпион я к мужичку обратился типа ты сам чё на этот счет скажешь и фидель подержит правильно пусть человек сам объяснится мужичок поднимает голову и робко подает голос если вы позволите я не шпион и не вор если что я просто услышал его про ваш поселок решил предложить свои услуги от купцов услышал поселок принадлежит атому ходят слух вот я решил почему бы не помочь людям тем более у меня есть очень щедрый в наше время талант мужичок показывает свои ладони с неожиданно длинными и тонкими пальцами пианист что я умею делать патроны могу произвести для вас патроны все что прошу взамен остаться мне жить здесь откуда у тебя талант не знаю до войны этим не занимался после войны внезапно стал главным экспертом в моем родном городе трудограде потом бандиты схватили и велели делать патроны для них 6 лет я в рабстве был пока не умудрился сбежать скитался по пустошим услышал про ваш поселок звучит неплохо ты принят почините верстак так сразу за работу николай а я могу как раз верстак 2000 давай верстак через сутки мы прочитаем книжки разные если хотите поставьте на паузу и сами посмотрите тут основном приключение дико попова может за это опыт дадут но я их у себя сохраню друг потом пока есть только вам нужен будет сборник всех типа похождение дико попова а это шифр собственно да у меня тут было 46 мухоморов 45 я взял короче 50 мухоморов есть так ну что там насчет верстака а вон он и он там уже спустился подвал и верстака стоит ого сколько ящиков пустые верстак так автоматные патроны 7 62 либо 545 но 7 62 например две кучи металлолома две стопки макулатуры 2 пригоршни пороха а понятно опа здесь еще кто-то караван до караван обычный и денег у него дофига кстати всего лишь 4 баночки сгущенки стоит 1232 очень много и одеколом 528 но я там пока что задание чем-нибудь построить но комнату отдыха через денек а я как раз пока по брожу ну еще крупку сектантов замочил сейчас их облутаю что-то новое на шелкованный щит впервые такую штуку вижу причем если его деваешь он дает минус к силе и ловкости не нафиг ну и тут какой-то в бункере я спустился причем здесь все пусто смысл туда все пусто а нет макулатура есть консервная банка пустая я тут немного маршрут севернее проложил мне конечно впечатление что я там не справлюсь с напастями но интересно попробовать на волков нарвался туда 5 пещеры на локации но они довольно все похожи так а вот это интересный окнулся на большую засаду охотников них а это шлем у них просто показалось не очень светящийся на башке довольно много их здесь восемь человек смотришь справлюсь нет так ну чтож все 462 очка опыта конечно они почти убили моего посоветовано им приказал во время отступать и все нормально даже одна рабыня кажется ли кто это ухты автомат сгущенка шлемофон ну-ка и чё рабыня скажет даже несколько рабынь еще бы чуть-чуть и быть миром а нет они на кого-то охотились то здесь а это спасибо что спас от этих родов так и давайте-ка с бородачом повидаемся этом еще одна группировка кстати по пути убил гашан тоже продал там торгаж был с четырьмя с лишним тысячами денег заметив вас борода бледнеет и отступает на несколько шагов впрочем он достаточно быстро берет над собой контроль и даже выдавливает из себя фальшивую улыбку но можно здесь его убить но я так полагаю остальные на меня тоже нападут после этого можно с ним попробовать диалог мы я найду способ тебя прижучить и без драки в этом будь спокоен он говорит типа за него вся бригада вступится но я помните в предыдущих прохождениях уже говорил о том что бородач покрывает работорговлю и ссылался на показания того водителя дальнобойщика которого казнили где-то на берегу я его спас вот и этот мне говорил типа показания какого-то хера типа не но от веса и вот сейчас у меня в диалоге появилась возможность показать инструкцию видимо этот шифр который я с кого-то снял из убитых работорговцев на остановке номер 10 ну-ка погляди на бумажку от новой вы передаете командиру записку найденную на трупе одного из подосланных бородой головорезов тот внимательно прочитывает ее и хмыкает наша радио частота указана она секретная правда связался с рабовладельцами по радио чтобы они устроили на меня засаду из-за того что я слишком много знаю про и делишки но я понял уже к чему ты клонишь все равно этого как-то маловато но что это одна записка которую даже не борода написала хэн пойми кто может даже и ты сам ну вот я тут могу его разными этими уговорить общение или интеллектом ну давайте интеллектом командир застава вздыхает нехотекивает м там скал типы 2 плюс 2 сложи и поймешь есть такое их действительно все время борода вызывается отдельные фуры сам проверить никого не подпускает деньги у него всегда лишние водятся пойду поговорю с ним удачи борода ну пусть еще такое green чё приключилась да мне дошел слушок что ты рабовладельцев на рабовладельцев работаешь ложь и клевета это все хмырь что здесь постоянно бродит он меня подставить хочет да вот хрен знает я в тебе честно говоря тоже сомневаюсь green да ты чего в конце концов не шути так если это шутка то почему я тогда не смеюсь green все беру тебя под стражу голован следи чтобы не сбежал отлично такая тут чё за новое лицо ну он тоже чем-то торгует тут не у него легко выторговал скидку этот мужичок раньше работал поваром в перегоне в кабаке там у него конфликт получился и он вылетел харизм еще за конфликт проворовался утащил немного из общей кассы потом может быть еще немного еще и не заметил как полгодовой выручки прикарманил разборка была страшная обвиняли меня и официанта потом решили и того и другого уволить а греха подальше так что как-то так ну ты их опуга стыдно должно быть не судите да не судимы будете либо ибо каким судом судите таким будете судимы и какую меру мерить такую и вам будут мерить о как библейская цитата между прочим ну и гаджеты борода я же тут начальник за моей спиной даже вдоль у не предложил войти охранить какое неуважение ну что борода арестован да арестован арестован с кем только крепость теперь охранять задал ты мне задачку конечно все по справедливости уж не обессудь пойду в краснознаменный по пути заеду в отрадное спрошу там у этого у ковалева может быть какой вариант появится с ним дело в диалоге что вы предупредите по выборах все такое у меня есть что доложить по поводу бандитов товарищ калев кажется вас хотят сместить с вашего поста председатель поджимать губой кивает да я не удивлен все ждал когда же это произойдет и вот наконец ну что я могу сказать делать что должны быть что будет главное если это все-таки произойдет я хотел чтобы меня заменяла катя посмотрим ну да тот говорил что другого кого-то джиль барс новый уровень еще 462 очка опыта убил тут кучу бандитов а ну во первых я вот этому доложу что сектой что я насчет секты узнал я проследил за дэви кришту и и послушниками что тебе далось узнать опасно ли они могу сказать да нет обычные идиоты каких много сложно сказать но склоняюсь к тому что они скорее безопасны до хрен их разберет и так и не понял учитывая содержание ее проповеди думаю не потенциально опасны эту кришту и людей нужно остановить ты бы знал каких ужасов я рассмотрелся не но именно если учитывая содержание ее проповедей не знаю короче до хрен их разберет и так и не понял он говорит знаешь что лучше перестраховаться дэви кришту ее подручные недавно снова вернулись в город и насколько я знаю сейчас они сидят в игральном доме на старом корабле в порту краснознаменного от нее нужно как-то избавиться в пустошах и так целое море разных агрессивных сект и все они когда-то начинали со всякой мелочевки а теперь убивают путников на больших дорогах готов ли ты помочь в благом деле избавления от этой потенциальной угрозы у тебя есть какие-нибудь советы по избавлению нет боюсь что нет я не эксперт по таким вопросам но я уверен что ты придумаешь как развернуться в этой непростой ситуации на ясно и готов раз слышишь повторю дэви кришту сидит со своими людьми на корабле но понятно способ найти ну и когда я хотел ходить хлопатья по лбой совсем забыл награда ну-ка общение пришлось изрядно может даже чего побольше так оставь это себе умеетах оборона валом настоящий человеческий поступок аптечки пойдет на благотворительность купил аптекаря 8 вот этих торенов потому что не закончились радиацию снимать итогом я 18135 денег а это еще не предел у меня еще куча всякого хлама еще не считая что на базе я кучу всего лишнего сложил там ну потенциально оно нужно для крафта потенциально то что на базе у меня в бункере она нужен для крафта но по факту я не знаю там есть лишнее много всякого лишнего плюс можно отгружаться и продавать с тому торгашу которому выгоднее продавать вот этому аптекарю то есть там сколько проматывать сутки или трое суток у него заново деньги появятся и продавать 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 а я так не делаю то есть я сразу всем продаю потому что потому что лень но в теории так именно и работает это он у меня денег так но я здесь для гексогена сразу могу кмс купить чтобы на будущее 8000 придется потратить ну ладно попробую гексогену дам автоматическое 100 патронов посмотрим он тебя он себя в замесах покажет посмотрим что собой гайд представляет так ну давайте аптекарю дадим 50 мухоморов какие-то эксперименты он будет ставить он попытается сделать зелье которое позволит ему общаться с животными но просит это втайне сохранить никому не рассказывать понимаю что вероятнее всего это будет просто своеобразной галлюцинации но кто знает кстати надо не забыть там же еще как раз вот здесь на этой локации ходит такой чувак с бородой тип он просил подъемные деньги на какие-то эксперименты чтобы ему дали как раз помню 10000 месяц 11000 увидите впритык было 18 много потратил гексогена вооружить поэтому я пока что пока что не буду ему отдавать это у меня денег не хочу в торговую палату зайти на тоже там 3 500 что ли или сколько он сектанты в баре не помешаю чего ты грустишь но со стаканом что-то от него отхлебывает и медленно поворачивается я не грущу я просто думаю ты чего хотел хотел поговорить с тобой о твоей деятельности но не в баре тут слишком людно боюсь что грибники хотят избавиться ну-ка интересно ой ой а зачем что им такого сделала мне плевать что ты им сделала или не сделала из не хочешь очутиться на помойке с перерезанным горлом вали отсюда они считают что ты опасна для общества на твоем месте я убежала с краснознаменного ох ох да ты наверное прав я не хочу переходить им дорогу так что я просто сейчас беру и ухожу уходи только куда подальше чтобы не мозолить им глаза да именно так я и сделаю но сперва женщина прокладывает прикладывает к вашей груди ладони закрывает глаза молча ждать женщина начинает тянуть высокую ноту но когда вам уже начинает становиться неловко она заканчивает вот так теперь все готово спасибо что предупредил возможно наши пути еще пересекутся а теперь дэви к кришту покидает здание сектантка собирается и придерживая длинные юбки убегает удачи пути кстати здесь на корабле блатном я тогда не пускал ну-ка у меня я же первый качал знание блатного жаргона нашел этот в отрадном у ковалева на хате где-то она хотя уже видите как жился знание блатного жаргона что ты батоны крошишь я басила и погоди я не батаю по фене как вы это называете ты думаешь что я сам бандит а вот нет я здесь просто наемный работник и знать не знаю понимать не понимаю всех этих блатных ваших словечек понятно тогда не буду здесь задерживаться пока как чем пропустить то не может нет не может кстати генералу противному по поводу пленки там ее этот видео с вами сказал что он типа не будет ты в этом минуты посадят до него до меня уже дошел слух это нетерпимец и консерватор обошелся с нашим искусством ну и по делам таких людей история забывает а вот мы битмы бессмертных вы потеряли деньги ловит купюры налитые подмигивает вам сколько денег ты потирал одну что ли видимо да да по одной тут теряешь взломал замок получил 39 опыта все готовы избавился от деви крышну но как ты избавился да я просто велела и уходить куда подальше так вот так просто ох надеюсь она больше не вернется в наши края мужчина тянется чтобы пожать вашу руку плюнуть грибнику под ноги и уйти пожать в ответ я тоже надеюсь на счастливы оставаться я уже взял чтобы уходить он останавливает тебе нужно заплатить за такое большое дело 55 рублей в валюте все что осталось на это же неплохие деньги по современным меркам общение тоже смешно 50 рублей старичок давай больше тоже правда вот еще 50 целых 100 рублей давай 100 рублей я дала наставь себе дело было не пыльное очень рад иметь с тобой дело очень рад так снука посмотрим что там в торговой плате насчет бункера поводу денег вот 3500 так хочу меня тут нажать хоть тут сразу замок сходу взломал тут провода ничего особо ценного огнетушитель нифига синих тут по 20 консервов я к ним на склады пробрался взломал ого 22 яблока тут очень шикарно можно поживиться жаль что не сгущенки консервы потому что они очень дорого стоят но все равно очень много всего круто а вот и сгущенка подъехал вот очень много всего глину них 20 картошки фух чисел полностью взлом у меня в качан на 91 были за есть честно 5 качановых курс ты придется здесь оставить просто потому что я не могу отсюда все вынести у меня перегружены все напарники я всех забил блин я даже сейчас отсюда буду выходить наверно пойду торгашу там и все сбагривать продавать потому что я вообще больше не игра мы не могу слутать то есть у меня вообще все забито не килограмма я точно не могу уже слутать вообще капуста слишком дешево стоит чтобы ее продавать даже здесь смысла наверное нету даже не знаю вообще вот это вот все что я взял она все очень дешево здесь стоит и вдруг она мне понадобится для каких-нибудь квестов короче капец наверное я сейчас пойду в этот в бункер свой там это все сложу и потом обратно кстати смотрите я пришел на базу на свою на тут меня кто ждет на крыльце походу предпоследний член всех вообще кого здесь можно нанять себе в отряд опаньки ну в общем опять этот много всего рассказывает и почему-то я припоминаю что александр был подобран атомом годовалой сиротой мать свою помнить не может почему-то и в таверне когда его встречал в праздном впервые я тоже отмечал что очень много несоответствий когда на чем-то рассказывает и это заставляет меня думать что либо тут что-то дальше по сюжету выяснится чего я не знаю либо в нем этот червь-кожник засел как раз потому что с червем-кожником путаются воспоминания у них но тут чем нет что он что-то узнал или не узнал знает кого-то не знает я использую харизму ладно убазарил ты меня бивень в общем ему скучно одному и он хочет просто со мной взаимодействовать ну вот я говорю слушай александр много привираешь всех ответах что с тобой он говорит типа если скажу ты больше никому не расскажет до кому я скажу успокуху братан тут все свои язык помело хоть всем разбазарь пустую бутылку водки на дикой тропе нашел пошел по следу глубоко в чаще через болото мимо заправки древней блин так это походу реально червякожника что из хлопота летусь уже по колено в воде но тут о шорох в листве над головой конечно ноль эмоций когда человек столько тестостерона вырабатывает сколько я его никакая дикая зверюга не тронет отодвигаю ветку а там аспид сидит или червячок уж не знала я правильно предположил сантиметров 40 жирный но дико милый такой пестрый хвостик полосатый черный с оранжевым глаза как улитки на палочках топает по ветке кучей маленьких ножек и посвистывает я так обрадовался сцапала его на плечо усадил как эдакого мясистого бескрылого попугая думаю себе пока сыты и будет мне питомец как проголодать будет не экзотический обед пока все это думал как на болоте огонь развести как дружка моего на палочку насадить чтоб кишки не вытекли как маслицем его топленом поливать буду чтоб на гарнир придумал мне подонок такой в ухо залез больше чем на половину своей длины и давай мозг мой жрать если бы я к тому моменту уже не умер то выдернул бы его конечно да что толку без мозгов только такие как ты жить способны погоди что за чушь ты умер чтобы пыть себя по лбу ну а ты как думаешь он же мне мозги все вывел из черепа как змея яйцо из скорлупы труханул я знал на врать не буду потом вообще над руками ногами контроль потерял следующую секунду ослеп в мыслях жизнь вся моя геройская принеслась волшебной каруселью и темнота я прав был а потом обратно все включилось но я был уже понимаешь не тем кем до этого часть воспоминаний про атом как тренировался как на задание гонял другая часть воспоминаний про то как я из яйца вылупился как по веткам на болоте бездумно ползал третья часть вообще бред какой-то сны приняты из реальность или выдумки умирающего рассудка да и повадки е-мое курить бросил начисто даже ломки не было из еды сырое мясо предпочитаю слушать лучше стало видеть только чувство юмора и мои высокие стандартные в отношении женщин слава богу не пострадали иначе удавился бы уже ну александр не обижайся конечно но боюсь тебя нужно устранить интеллект похоже мы имеем дело с паразитическим организмом который вселяется в людей с целью увеличения шансов выживания так что в итоге ты александр человек так интеллект дыш мозг взорван прибереги свой бессмысленную тех на болтовню до возвращения на базу лучше скажи мне умник кто я александр или червяк учитывая что ты всегда любил врать без причины сочинять себе подвиги вести себя не полюски ты сто процентов александр ты сам сказал твоего разума твоей личности больше нет ты в факс 7 или кукол в лапах в лапах червя честно я не знаю понятия не имею по правде говоря мне все равно но блин он утратил часть воспоминаний своих с другой стороны у меня почему-то рассказал правду об этом червякожники не знаю наверно кукла в лапах червя не знаю после чего грустно вздыхает тебе бы мля только на похоронах выступать бивень такой кайфолом сврал бы хоть чистый любви ближнему своему а так только расстроил пуще прежнего но по сути чего мне еще было ожидать что атомцы от меня нет вернуться выше сволочь прям рождайтесь со стержнем задницы их короче если кто спросит разрешаю считать себя дезертиром может на севере счастье свое сыщу бывай бивень один ты теперь в этом мире с таким последними словами александр поэтично патетично уходит навстречу горизонту своей уверенной матросской походкой вы молчь смотрите ему в свет блин видимо чтобы возверговать нужно сказать ему что-то александр туповато конечно сделала хотя может быть и не туповато может быть действительно все дело в выборе но неужели нельзя как-то попробовать не знаю его там лечить или еще что-то давайте другой вариант выберу зависит от рассказа приятель но он тоже самое отвечает а если честно я не знаю и мне все равно харизма александр шмыгает носом и посмеиваясь хлопает вас по плечу но раз не ты и не я то тогда уже никто меня не поймет может даже одного ответа и нет оба верны я не могу это знать а может быть зверь я или человек мое окружение за меня решили будет хорошая тема кстати прицеплюсь к тебе к тому кого хотя бы технически человека можно считать возьму на себя человеческую обязанность искать генерала морозова того и гляди останусь старым добрым александром другими словами принимаю выполнение в команду то мы еще посмотрим опа 13 уровень блина почему он прокачан то уже и у него прокачан причем ближний бой а если не хотел это ему прокачивать ну ладно что у него с собой это 50 денег забираю берет ради выносливость дает остальные консервы тоже заберу это лишнее все 30 кусков мяса в него положу потому что у меня переполнение да и пусть будет на всякий случай про запас огнетушитель я почему-то нашел в торговой плате не знаю мне кажется он может ли чего-то потребоваться уже для задания или для какой-то сценки веревки все кроме двух нет даже вот так вот сложу это много весит 79 картошки на всякий случай столовые приборы тоже сложу так дико все складываю хотите поставьте на паузу прочтите что-то после их прочтением ничего не дают 62 банки консервов охренеть на всякий случай пусть будут эти 50 штук макулатуры пожалуйста да и даже тушенку сложу 22 кочаная капусты стаканы пусть все будет я не знаю что он дальше пригодится золотой резерв так спальню и сану узел тоже пусть чинит через трое суток окей я пойду пока по остальным квестом он пусть тут чинит кстати вот у сталкеров порох нашел порох нужен для крафта патрон так что я его у них покупаю так кочаные забрал отсюда последние больше ничего здесь все облутал точнее дальше теперь нужно вот этих них какая-то игровая комната дверь в нее была открыта во всех вот этих шкафчиках пусто и здесь тоже пусто было в последнем только там когда горелка была ипполита короче не общий так ну-ка прошел какой-то сейф есть ну-ка тут комбинации нужно знать уже кстати у них он портрет и тут какой-то чел заперты и с кем он в комнате не могу со свиньей что немолодой мужчина когда он спотыкается об и дифферент на при похрюкивающую свинью и говорю прошу прощения что тут свинья забыл он говорит прошу прощения вас как касается покиньте комнату пока не позвал охрану говорю но я хочу несколько вопросов типа никаких вопросов я же говорю мигрень зелье общения с животными вон у него чё опять вы что на этот раз понятно а вот здесь вот видимо ингредиенты рассол старый башмар мухомор и кстати взял нормально будильник взял ну-ка взяли общение с животными ну-ка я щас приму еще будет язык зверей ну-ка свинья смотрит на вас глубоко осмысленным почти человеческим взглядом единственное что в нем отсутствует это та искорка которую вы привыкли наблюдать большинстве своих собеседников если судить по эмоциям на щетинистой розовой морде животное не испытывает ни радость ни страх и даже удивление от вашего присутствия на полностью безразлично хрю может зелья не работает короче я нашел это по другому квесту потом цене будет по квесту с сектантами с грибным культом я не стала пить зелье я отгрузился александр саблин меня попросил к вам обратиться торговец яшина затрана у меня сразу два квеста это и уголь угольщики из-за нерегулярных поставок угля с александром саблиным меня подбивали поговорить и торговец из отрадного яшин как он там в отрадном как он да просто отвратительно планирует свою жизнь забрать неплохо держится но хочет вернуться в краснознаменный не смогу с этим помочь решение уже принято этот торговец перешел дорогу могущественным в городе культу культу грибница а что он сделал да ничего у грибницы есть интересная тактика они выбирают успешного человека а затем всячески усложняют ему жизнь любыми методами затем когда человек сломлен указывать ему правильный путь это может быть что угодно работать их агентом просто вступить в организацию переписать на них часть имущества я пытался намекнуть на это яшину но он был глух с моим советом я вот например член грибницы очень ратую за идею единения да и все человечество вместе с ней что тут скажешь хочешь жить умей крутиться товарищ сабли начальник электростанции вот разбойники на больших дорогах бесчинствуют разбойники этих разбойников целыми шайками вырезаю хотите чтоб их не стало шлите меня это все очень страшно ведь проблема с поставками от этого объяснения никуда не делась отправляйтесь в перегон и переговорите там с товарищем мамбетовым он отвечает за поставки угля в краснознаменный его можно найти в трюме местного корабля скажите этому человеку что вы представитель нашего славного города уверен что нападение на караваны из перегона будет меньше когда бандиты узнают что теперь их будут охранять люди краснознаменного хорошо схожу проведу мамбетово тут еще какой-то чемоданчик тоже на кодовом замке ну-ка тут че такое товарищ николаев знает про тебя ну-ка идеально сидящий костюм на нем одет духи весь вылезан и очень уверенным голосом говорит сразу избавимся от формальности мне про вас докладывали генеральный секретарь торговой платы геннадий николаев вы соло play человек загадочной судьбы и неопределенного рода деятельности а в будущем возможно очень важный союзник нашего города что скажете гексаген какая похабщина быть лидером крошечной части великого она погибшего он говорит союз тоже откуда-то начинался к слову не подписали бы мне томик вашего романа товарищ тротил действительно захватывающее произведение это он отвечает этому гексагену то ощущение когда думал что говоришь с тщеславным много о себе возомнившим колхозным царком оказалось что перед тобой им перец человек с большим он сразу как он про книгу его сказал этот сразу сменил рад что мы теперь друзья и так товарищ соло play что скажете мое предложение скажу что у меня нет времени все доброго геннадий полагая союзники или нет решит какое-то поручение он говорит до поручения много всяких беспредельщиков нынче и прочее прочее взять хотя бы это абсолютно отвратительный цирк который развернул свои шатры на наших землях наркоторговцы похититель детей воры алкоголики и дегенераты угроза конечно от них ни первой ни второй даже не 32 степени но каждую большую чистку нужно начинать с чего-то конкретного попрошу вас избавиться от этой группы их безвкусных сторонников физически избавиться чтобы они не смогли просто отъехать на пару километров и возобновить свою деятельность компенсация за это составит 3000 рублей наличными и обеспечит вам мое доверие и уважение уверен что их клоуны будут куда смешнее выглядеть с дырками про межглаз я согласен а можно обойтись без геноцида я вполне способен убедить их уйти миром генеральный секретарь морщит нос но в случае чего это тоже стало бы удовлетворительным вариантом но я продолжу настаивать что уничтожение куда более предпочитаемые только операции это куда чище и ну лучше во многом вот вынести целый цирк неужели они настолько сильно вредят городу вы будете удивлены иначе с ними просто никак похитить ли детей казнем на этой неделе а торговцев наркотиками на следующий какой от этого прок я прошу вас лишить нас этой цирковой заразы одним решительным быстрым охватывающим всю проблему даром что может быть логичнее я что похож на врага юмора если не нарушают закон почему бы не послать стражу харизма вам можно доверить честный ответ это я вижу в первую очередь вопреки стараниям чиновников маскульт бюро рядовой гражданин по-прежнему ценит идиотские забавы вроде цирка и потому будет не слишком рад узнав что его правительство стояла за уничтожением его любимого вида развлечения к тому же геннадзи циркачей устроены неизвестными бойцами на территории краснознаменного может стать интересным военным инцидентом когда таковой нам понадобится для нужды экспансии я могу согласиться и попробовать их убедить уйти или что-то в этом духе надеюсь зачистку рекомендую начать с кабины разрушенного самолета именно там расположена руководительница цирка мадам вова если она не станет одной из первых жертв я почти уверен что на каким-то образом скоординировать своих подопечных для побега или для яростной сплоченной обороны у нее есть такой дар согласно наблюдения моих агентов ну-ка мне интересно что у него в карманах то ничего макулатура ну что ж ладно это прохождение получилось насыщенно много всего сделали все всем спасибо за внимание